Для чего в сфере ЖКХ нужен единый информационный ресурс – ГИС? Что это такое и когда новая система появится в нашем регионе? Все ли управляющие компании города готовы к отопительному сезону? Почему некоторые жители многоквартирных домов считают, что ходить на общие собрания – это бесполезная трата времени? Актуальные вопросы обсудили на семинаре совещаний под председательством заместителя губернатора Курской области Александра Демина. Александр Демин решил как можно чаще встречаться с руководителями управляющих компаний Курска. Это поможет скорее решать насущные проблемы, определять болевые точки и находить пути решения. Делать это нужно сегодня, а никогда грянут первые морозы, считает заместитель губернатора. Еще до сегодняшнего дня многие управляющие компании этого не понимают, что они несут абсолютно всю ответственность за подготовку оборудования, которое находится внутри каждого дома. Поэтому сегодня речь стоит, чтобы система была промыта, чтобы полностью везде были счетчики, чтобы они за все эти вопросы несли полную ответственность. До наступления холоду в каждой квартире должно быть проверено газовое оборудование. В регионах России участились случаи взрывов. В Курской области такие ЧП бывают очень редко, но все же лучше предупредить. Также поговорили о пассивности жителей многоквартирных домов. Есть особый контингент людей, которые не посещают общие собрания, не оплачивают коммунальные услуги, но любят подливать масло в огонь. 90% жителей приняли, что они сегодня собираются деньги на счете на ремонт крыши или какую-то проблему. Один, всего лишь один пишет жилищную инспекцию и говорит, я хочу, чтобы мне сделали квартиру, мы эту утеплили. Он обращается к жилищной инспекции, а жилищная инспекция, как государственная, не имеет права, не отреагирует или прокуратура. Она обязывает нас, и все деньги, которые жители большинства приняли, куда потратить их, один может расходовать своих личных, ну не личных, а как бы своих интересов. Еще один актуальный вопрос внедрения в регионе ресурса ГИС, который поможет сделать сферу ЖКХ открытой и доступной. Запустят новую систему с января 2018 года. Если управляющая компания пожелает скрыть информацию, то заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей. Предусмотрено административное наказание за невыполнение требований по размещению информации. Самое неприятное для управляющих компаний, если в системе ГИС не размещена квитанция, собирать по этой квитанции деньги нельзя. Жители имеют полное право не оплачивать. ГИС ЖКХ будет размещать информацию о злостных неплательщиках, об услугах и тарифах, выкладывать все отчеты по капитальному ремонту. Такая современная система должна навести порядок и показать, куда и на что уходят средства жильцов.